Думаю, Левый Боковой найдет его. Мне все, не разрешают про гонорар разговаривать. Да, я был бы директором, я платил бы деньги, я покупал бы билеты, организовывал бы эти мероприятия. А по вольной борьбе интересно было бы с Нганом? Не, ну по вольной. С ним по вольной? Знаешь, как смертельная битва, Mortal Kombat Begin. Самый опасный тяж сейчас это Нгану или это Джон Джонс, на ваш взгляд? Привет, друзья. Меня зовут Вадим Тихомиров. Я пишу тексты для сайта matchtv.ru про смешанные единоборства. И сегодня мы говорим с Анатолием Малыхиным, который будет защищать один из трех своих чемпионских поясов в бою против Умара Кане из Сенегала. Чем мне нравится интервью с Анатолием? У них такая энергетика, что даже если ты знаешь, о чем спросишь, и понимаешь, как тебе ответят, все равно получается кайфово. Вот и в этот раз мы порассуждали о схватке с Нгану по правилам вольной борьбы и даже посчитали, сколько надо работать на заправке, чтобы заработать средний гонорар для российских ММА. Все это в ближайшие несколько минут. А, ну да, еще. Анатолий в этом интервью поднимает очень важную тему. Доходы людей, которые старательно работают буквально рядом с нами. К одному из таких людей я не так давно отнес свой ноутбук. Вот этот MCI, на котором я монтировал в том числе и это интервью. Человека зовут Сэм. Он ремонтирует ноутбуки на белорусской. И настолько качественно это делает, что я могу вам его порекомендовать и оставить ссылку на его мастерскую над тайм-кодами. Если вдруг что-то будет нужно, обращайтесь. Меня зовут Вадим Тихомиров. Приятного просмотра и спасибо за ваши комментарии. Вы в прошлый раз скидывали вес. И я знаю, что когда ты скидываешь вес, у тебя, к сожалению, уходят и мышцы, а не только жир. А вот, допустим, ну, в смысле, жировая прослойка. А пробовали ли вы там смотреть по составу тела? Восстановилась ли именно мышечная масса? И вообще там сколько вы сейчас вести? Да нет, я на эти, знаешь, вещи на все не обращаю внимания, там, медицинские. Я знаю, про что ты говоришь. Есть такой прибор, там, встаешь, показывает, сколько жир, вес. Я тебе расскажу одну историю, я раз на него встал, как-то у нас серьезный тренер приносит этот аппарат к нам в зал. И все встают, у всех там зеленые показатели. Он говорит, тебе в космос можно, тебе там можно вообще там на Формулу-1. Подходит моя очередь, я встаю, вот так на этот экран кидаю взгляд, а там просто все красное. И он мне говорит, ну, тебе нельзя, говорит, спортом заниматься, у тебя ожирение, у тебя слабые кости. Ну, все у меня красное было. Я говорю, ну, какие-то есть хоть вообще. Ну, может быть, можно как-то там изменить, исправить. И он, короче, крест на меня поставил плотно. Ну, вот после того я три пояса завоевал его нового креста. И что хочу сказать по состоянию. Состояние хорошее. Я чувствую мои мышцы. Мои мышцы сильны. Они отдохнувшие, мягкие, растянутые. Хорошо дышу, выдерживал все нагрузки. И для меня главная функциональная составляющая сила, она в бою, знаешь, когда волнение, когда мандраж, она подравнивается. А вот именно скоростные качества, качество функциональных возможностей, все-таки они выходят на первый план. Но это мое личное мнение. Это я так вижу, как бы, ну, скажем так, какие плюсы в бою лучше, чтобы, да, развивать, чтобы в бою было легче. А так, вес 110 килограмм, обычный боевой вес в тяжах хорошо восстановился. Времени было достаточно, кушал. Так что железом я не занимаюсь уже давно. В основном борьба была, много борьбы, много бокса. Я думаю, что в бою все увидим, все будет хорошо. Буду идти вперед, как всегда, и демонстрировать свою хорошую физическую форму. Хоть немножко. Вот сегодня седина у меня что-то за последнее время здесь прокрапилась. Сейчас людей встречаю, они так поглядывают на нее, думают, походу, стареет пацан. Но на самом деле это не так. А как, когда вам сказали, что бой из Лас-Вегаса перенесется в Бангкок? Как давно вы узнали? Так, Анита Сергеевна, где-то за месяц мы узнали. 30 сентября. 30 сентября где-то вот в этих числах сообщили моему менеджеру, что бой все-таки будет перенесен на Бангкок. Ну, мне как бы лучше. Конечно, для фанатов, для узнаваемости, для популярности. Я знаю, что в Америке любят нокаутеров, любят такой стиль, какой у меня, когда человек рискует, когда человек идет ва-банк. Но я думаю, что еще будет время там пошуметь. Ну, и я так скажу, что был как бы не сильно огорчен, да, что бой перенесли в Бангкок. Все-таки я здесь готовился. Не надо никакой акклиматизации проходить, лететь за месяц. Процент не надо отдавать. Как бы в Бангкоке с этим получше все. Плюсов много. И тут все равно я чувствую себя как дома. Плюс маленький ринг. Я люблю все-таки. Мне нравится больше драться в ринге. В любителях я тоже много боев в ринге провел. И мне нравится маленький ринг, когда сопернику некуда убегать, когда ему надо принимать бой лицом к лицу. И как бы, ну, лампинисты идем. Единственное, что... Хотелось бы, конечно, чтобы сам зал был побольше. Потому что много людей мне там звонят. И сейчас многие уже прилетели из Сибири, пацаны прилетели из Москвы. И все-таки стадион, он прекрасный. Но по вместительству именно, по вмещаемости по людям все-таки немножко маловато. А просто все равно там турнир в Америке, это потенциальная поездка в Вегас. А не было такого, что вы что-то планировали? Может, в UFC 5 сходить? А не в Вегасе, в Атланте. В Атланте тоже можно было заскочить, на красное поставить, что ли на зеро, что там недалеко протянуть. А вот что-то спортивное не связывали? Я говорю, допустим, в UFC 5 сходить, на UFC, на турнир сходить? Нет, я даже, знаешь, я фанат 1FC, и я ставлю себя просто на место босса, на место руководителя, если бы, ну, как и в любого бойца, UFC вкладывает своих бойцов, ACA вкладывает своих бойцов, тем более я топовый боец. И как-то это лично для меня, ну, не знаю, прийти на чужой промоушен, там, светиться, не знаю, нет, я даже об этом не думал. Последний бой вам принес 3 пояса. Где они сейчас? И нужно ли вам, как чемпиону, как сказать, перемещать их с собой, возить их с собой? Ну, нет такой проблемы, нету. Они, во-первых, самые тяжелые, я думаю, из всех поясов, которые вообще представлены. И они объемные, реально, там, один пояс вешает, ну, я точно не замерял, но в районе 14-15 килограмм один пояс, он, ну, он очень тяжелый. И 3 пояса, когда меня там повешали, я думаю, фу, там еще завтра мне надо будет фототься с тремя минут 30 стоять, а три на тебя повешают, нагрузка такая. Нет, ты прилетаешь, тебе выдают новые пояса, и ты спокойненько с ними ходишь на пресс-конференцию, все с собой, не надо возить. Все у меня дома. Один пояс я Джонни подарил, один пояс у моего тренера, и остальные, там, у сладкой мамы, там, у моей мамы, так раскиданы везде. Анатолий, с кем были ваши спарринги? У вас очень фактурный и такой очень заметный, да, оппонент сейчас. Звали ли кого-то специально из России, находили ли их в Таиланде? Понимали ли заранее, кто будут эти люди? Ну, прилетел на пару таких хороших спаррингов и на пару хороших тренировок по борьбе Мухаммад Вахаев. Он был в Таиланде, очень сильно мне помог. Я думаю, родный рук по физике, по силе удара. Ну, это рядом вообще не стоят. Мы раз спарринговали по боксу с Мухаммадом, но он мне попал, попал, короче, куда-то в бок. Я думаю, у меня таз выскочил, я еще в спарринге стою по боксу, он мне как бахнул. Я чик таз проверил, на месте, не на месте. Хорошо, уже конец раунда, там, секунд 10, я чик в угол встал, отошел. А так, хорошо, он мне помог и в борьбе. У него где-то вес, я думаю, сейчас килограмм 145 был, по моим ощущениям. Ну, я думаю, вот в этом где-то. Такой очень мощный, конечно, парень. Не сдается, всегда идет вперед, такой духовитый. Потом ребята с Таджикистана мне помогали, с Узбекистана много было. Вот тоже ребят с СССР. И Коу Джонни со мной был. Ну, и так ребята, кто прилетал там, кто улетал на бокс, приходили. Ну, в основном было три человека. Такие, кто вот мне помогали. Анатолий, а вы там тяж. Известно, что все равно спарринги – это такая энергозатратная штука. Вот сколько вы их примерно к бою проводите? То есть можете посчитать, сколько раундов? Ну, я по ММА сейчас вообще стал мало спарринговать. По ММА я вначале проводил, там, пять по пять я делал. В таком темпе. В основном я делал по боксу. Это восемь раундов по три минуты мы делали. И борьбу я делал, много борьбы. Я захожу, 30 минут, два спарринг-партнера. Я захожу на 30 минут, и они меняются по три минуты. Они меня борют, три минуты, Джонни. И вот так мы делаем 30 минут. Я без отдыха остаюсь в клетке, и такая вот возня. Как-то от спаррингов, так скажу, немножко сейчас отошел. Почему-то считаю, что это с возрастом просто лишний урон какой-то ты получаешь. В принципе, дышу неплохо. Мои тренировки меня устраивают. Делаем еще такую работу, тоже называется у нас джам-бар. Прыгаешь минуту через такой, как козел, скажем так, чтобы русские зрители поняли. Минуту через него прыгаешь, минуту бьешь силовые удары по лапам. Так пять минут, минуту отдыхаешь, так пять раундов. Тоже очень хорошая работа. Бега было много. Много белгали в горы, рывки делали. От спаррингов сейчас я немножко, как бы, так, знаешь, немножко отхожу. Больше борьба, лапы. Вот такая у меня подготовка. Вы известны своим очень позитивным настроем на бои и оптимистичным настроем. А в целом вы все равно позволяете себе продумывать какие-то негативные ситуации? Типа, а что будет, если меня поведет? А что будет, если там он начнет добивать? Как вот это сделать? Знаешь, вся моя команда, включая мою жену, Джонни, всех рядом, они все говорят, что я всегда выиграю в первом раунде. Всегда они ходят, мне говорят, первый раунд. Но я, когда я дрался с Сарджаном, бой дошел до третьего раунда. И когда я вернулся в свой угол, увидел глаза Джонни и жены. И они не знали, что мне сказать. Просто они вот так, первый раз человек там, третий раунд перешагнул. Они такой поймали ступор. Я подошел, сказал, все нормально, ребята, в этом раунде все закончится. И я научился, знаешь, я много лет тренировался где-то один в Сибири. Я даже маленький, помню, я бегу куда-нибудь там. В поле, знаешь, уже снег лежал. Бегу, пока есть сила, обратно ползком возвращаюсь. И вот эта борьба наедине с собой, знаешь, когда ты делаешь какую-то работу, именно не кто-то тебя подстегивает, тренер или команда, а когда ты сам делаешь какие-то нагрузки. И ты со временем учишься быть ко всему готовым, уметь в любой момент себя перенастроить, что нужно перешагнуть, нужно идти до конца. И я считаю, что я смог выработать в себе вот эти вот качества. И, конечно, я на бой настраиваюсь на полную катушку, настраиваюсь срубиться. Ну, я, в принципе, понимаю по моему менталитету, по моему внутреннему состоянию, что, чтобы меня победить, ну, бойцу нужно многое сделать. И я думаю, что пока что в мире к этому многому никто не готов. Как раз про это хотел спросить. Вы сказали, что в 2025-м было бы круто устроить бой с Нгану. А как вы себе этот бой по организации представляете? Он туда придет совместно и к турбе не будет? Я думаю, что тут все-таки должны договариваться уже боссы. Мое дело заявить, что я готов. Он тоже, я думаю, готов. И он заявил сейчас, что он лучший боец вне первой организации. Я считаю себя лучшим бойцом вне первой организации. И, ну, если он так считает, и я так считаю, он не может называть себя лучшим, пока он не сразился со мной. Как он сразится со мной? Там уже посмотрим, кем он себя будет называть. По поводу проведения боя, все-таки это, я думаю, что должны боссы договориться как-то. Может быть, это будет какая-то альтернативная площадка или бой по боксу. Конечно, я бы хотел по ММА. Все-таки мог бы выходиться из ММА. Я думаю, что что-то можно придумать. Бой был бы для российской публики точно очень такой шумный. Ну, и для зарубежной тоже Нгану все-таки я признаю, что он намного более крупная на данный момент звезда, чем я именно в мировой. Но в Таиланде, в Азии, вот сейчас я иду по улице, я понимаю, что очень много людей меня узнает. И, ну, битва за рынок. Он хочет в Азии, в Азии, в Азии, в Азии, в Азии. Я хочу его рынок. И было бы, ну, интересно. Мне бы было бы очень интересно. Я думаю, ему тоже будет интересно. Я уверен, что он слышал про меня. А по вольной борьбе интересно было бы Снегану? Нет, ну, по вольной. С ним по вольной? Ну, нет, по вольной. Хотя он сейчас прибавил в борьбе. Так нет, нет, он меня в последних боях удивляет. Я все-таки думал, что у него вообще нет борьбы. Но все-таки видно, что он молодец, что он развивается, что он работает. Что он настоящий профессионал. В принципе, в этом нет сомнений. Что бой с ним – это не какая-то легкая прогулка. Парень уже кучу лет доказывает, что он топ-боец. Кучу лет это доказывает. У него были разные вызовы. Он одерживал прекрасные победы. Но при всем уважении к нему по вольной борьбе, ну, за минуту это будет тушей или 10-0. Но я думаю, даже меньше. Там до первого прохода хорошего. А самый опасный тяж сейчас – это Нгану или это Джон Джонс, на ваш взгляд? Ну, на мой взгляд, это Аспенал. Сейчас, я думаю, что время Аспенала и по его перемещениям. Ну, если не брать меня, конечно. Мне нравится сейчас Олег Попов очень. Очень сильный парень, очень хорошо идет. И тоже, я думаю, что с его борьбой у многих были бы умеют. Вообще куча ребят, знаешь. Так сказать, кто сильнейший, тяжело. Вадим сейчас перешел в тяжелый вес. Это тоже один из сильнейших. И Джон Джонс никогда не проигрывал. Тоже как его можно со счетов скидывать. Пока мы… Знаешь, я вот иногда так лежу. И просто у меня вот такие мечты какие-то всплывают. Я думаю, вот сколько можно было бы, какой стадион собрать, если взять все лиги в мире по два тяжа. Два лучших тяжа, кажется. Знаешь, как смертельная битва. Mortal Kombat Begin. Загнать всех куда-нибудь на необитаемый. Иначе просто они… Ну, не то, что на острове, там народный. Ну, просто собрать какой-нибудь огромный стадион. И просто там в три дня устроить, как раньше там в Райзене или там где-то. Просто кто останется один на ногах, тот и победил. И, ну, я считаю, что это просто взорвало мир единоборств. Это было бы… Сейчас все равно к ММА уже все немножечко пристрастились. Уже тяжело удивить зрителя каким-то даже супербоем. Даже вот, ну, реально, боев уже очень много. И они разные. И борьба, и бокс. И все уже умеют. Но вот это, я думаю, тяжи всегда народ собирали. И это было бы реально. Просто какой-то вообще масштаб нереальный событие. Как вы думаете, Кане смотрит ваши бои и представляет, что за счет чего он вас победит? Вот он их посмотрел, они посмотрели с тренером. И что они думают про Анатолия Малыхина? Ну, они посмотрели последний бой, когда я вешал 93 килограмма. И когда я, ну, тяжело восстановился. Ну, я был, в принципе, в хорошей форме. И я пропустил там один лоу-кик и один удар. И я думаю, что вот они думают, что у него слабый от лоу-киков защита у меня. Я думаю, они будут делать уклон на лоу-кик и на борьбу все-таки в клинче. Он будет часто заходить в клинч, пытаться измотать. Но у меня чуть другие планы на это. Я думаю, с таким, как я, бойцом он никогда не встречался. У него больше есть шесть побед и одно поражение от удара, которого не было. Но он всегда ломается. Он во всех боях, даже взять бой с Бучечи, последний. В принципе, у него было два топовых соперника. Остальных я не беру, ребят. Там рекорд 0-1, 0-0. Это ребята, это не бойцы. Вот два было топовых, это Бучечи и Кирилл. Два хороших парня, два хороших борца, бойца. И Кирилл одержал победу, а Бучечи проиграл по своей глупости. Если бы на последних минутах просто это джицерское есть, привычка ложиться на спину. И она все-таки сгубила Бучечу. Вот он пару раз там лег и раздельным решением отдали ему. Так что грязный, он грязный боец. Он хватается за шорты всегда, хватается за перчатки. Вот этого тоже нужно ждать, к этому быть готовым. Такой из плюсов, в принципе, сила, хороший баланс. Такой у него хорошая сила, я думаю, средненькая. Не скажу всегда, что у него космическая сила. Но я видел бой с Гришенко, ничем там, скажем так, не вырывал его с корнями. Гришенко спокойно стоял на ногах, спокойно боролся с ним. Из плюсов моих, это скорость. Я говорю, мне кажется, что он не будет, будет очень плохо реагировать на мои вот эти движения, там, на мои уклончики. И спокойненько боковой, я думаю, левый боковой найдет его. Два вопроса буквально. С чем у вас ассоциировался Сенегал до того, как вы не получили этого соперника? Да ни с чем. Я даже на уроке географии пару раз слышал Сенегал. А так, ну на футболе я пару раз попадал. Сенегальская сборная играла по футболу, я видел. А так, ни с чем. Пираты еще там, пираты Сенегала. Сомали, Сомали, вот здесь важно. Сомали, ну я думаю, там тоже несколько есть пиратов. Да, конечно. И все, в принципе, вот вся моя ассоциация с Сенегалом. Тепло, тепло еще там, наверное. Ну на фоне Кемерова, мне кажется, да. То немногое, в чем Сенегал выигрывает. Анатолий, будет самый большой гонорар в карьере в этом бою? Мне все не разрешают про гонорар разговаривать. Теперь это такая тайна, покрытая мраком. Но это будут достойные деньги. Я так скажу, я и в жизни думать не мог, что я буду жить на таком уровне. Что я смогу обеспечить достойную жизнь своей семье, людям, которые окружают, которые помогают. И это очень прекрасно, что своим трудом меня заметили. Заметил мистер Чатри, заметил One Championship. Такое отношение ко мне. Я безмерно им благодарен. И хорошие деньги. Конечно, на обычной работе учитель или врач таких денег не заработает. За что мне очень иногда, знаешь, я думаю, что вот мы получаем такие деньги, а нас многие говорят, многие подходят, нам руки жмут. А вот врачи, которые спасают детей, я когда лежал с ковидом, тоже меня спасли. Я лежал в реанимации, первый раз тяжело. И знаешь, как я хотел от доктора? Вот я помню, я лежал, и как хотел, чтобы они мне помогли. И, в принципе, тогда все про них говорили. Знаешь, ковид, вот доктора фотки везде выставляли. Сейчас все утихло как бы. И никто не говорит ни про докторов, ни про учителей, ни про спасателей. А нам, на мой взгляд, не сильно заслужено много вот такого внимания. Я до сих пор, я говорю, я сам рос там. Жена у меня, не то чтобы там люди сейчас, знаешь, сказали, ой, там он там, жена работала на заправке. Сколько шла у тебя зарплата была? 20 тысяч. Она там с утра заправила, я не знаю. И сейчас, конечно, ну, я знаю, я знаю, каково деньги зарабатывать. Я там не родился в золотых пеленках и там не ходил. Я так же кушал там, у меня было иногда нечего покушать. Элементарно там хлебушек, ну, не было хлебушка там. Приходили там, родители меня смотрели, когда работают. Знаешь, такие все воспоминания. И сейчас, конечно, я стараюсь не отрываться, знаешь, от реальности. По возможности где-то помочь. Ну, потому что реально Бог дал сверх. Хоть и там, знаешь, многие говорят, денег много не бывает. Но, на мой взгляд, если бы деньги... Многие люди понимали, что им достаточно для жизни столько и помогали бы еще людям, вкладывали в какие-то, знаешь, проекты для людей, там, школы, то этот мир был бы намного более крутым во всем, если бы люди знали меру. Не хочется что-то негативное поднимать, но и там не хочется как бы опускать эту тему. Два бойца ушли из Лиги Ван, из России, и они оба как бы были не очень довольны условиями. Ну, и вот там было видно, что Анит Сергеевна написала, что не очень рада, что это опубличилось. Вы, по-моему, никак не реагировали. А вы не созванивались там с Виталием Бигдешовым или с Муратом Гафуровым, чтобы просто прояснить этот момент, кто чем не доволен? Ну, а мне, в принципе, зачем с ними созваниваться? Я, ну, не вижу, зачем мне им звонить. У них свое мнение. У каждого в этом мире, мы, знаешь, созданный, тем это, знаешь, наверное, и уникальный мир. У каждого своя точка зрения, и каждый имеет свои мысли, он говорит, что думает там, да, и свою точку зрения имеет. Но, знаешь, я стал на бои смотреть немножко по-другому. Стал смотреть на бои именно с точки зрения, вот если бы я был, например, какая-то лига, я был бы директором, я платил бы деньги, я покупал бы билеты, организовывал бы эти мероприятия прекрасные. Это огромные вложения. Что бы я хотел видеть от бойцов в своей лиге? Хотя бы пост в Инстаграме турнира, это я так по мелочам говорю, разговоры про мой промоушен, Инстаграмы открытые, чтобы люди были заинтересованы в продвижении того места работы, где они работают. И тогда отношение будет совершенно другое. Человек должен быть заинтересован. Вот как на ПРМИ с Анитой Сергеевной. Анитой Сергеевной на Ютубе ведёт про ВАН и все рассказывает. В Инстаграме каждый раз, в майке, не знаю, какие-то там в интервью, везде упоминания идёт про ВАН. И ты должен быть благодарен тому месту, где ты работаешь, везде про него говорить. Многие бойцы, я не говорю про Виталика и про Марата, вообще это в общем. Знаешь, многие бойцы дерутся в лигах, и я говорю, от них даже поста не увидишь в Инстаграме, что турнир, например, у нас в пятницу большой турнир. И работа заключается не только в бою. Вот этот бой 15 минут, который многие думают, что заключается именно в этом их работа. На сегодняшний момент нет. На сегодняшний момент это уже огромная машина по боям, по ММИ. Это огромный бизнес, в котором ты должен находить новые лазейки, новые продвижения, говорить уметь, уметь не только конфликтовать. Знаешь, все думают, что хайп — это только какой-то конфликт. Нет. Можно какое-то смешное видео сделать. Куча всяких моментов. Так что, если ребят что-то не устроило, не знаю. Я думаю, что и точно много их тоже устраивало как бы. Не бывает так, что только плохое. И хорошее тоже, я уверен, был. И я думаю, что ребята... Я уверен, где-то внутри они тоже и хорошее помнят. Тут смотри, кто подбежал к нам. И вот его... О! Я видел. Я видел. Так он говорил, что я бегал везде, представляешь? Говорит, трудный рук везде в инстаграме пишет. Малыхин бегает. Я вот себе security нанял, чтобы точно меня никто с этого боя не украл, чтобы он всегда рядышком был. Все, вот он он. Лицо удивлен. В принципе, это вот как будто как раз мастер-класс, что надо делать в соцсетях, чтобы оставить... Обычно все ходишь в нем везде на взвешивание, благодаришь его за бой хороший, двигаешься, все. Это как бы не очень там, я не знаю, ну, когда-то муж обидит. Это как видеоурок. Видеоурок такой на Ютубе. Да, прикол, все, ты спокойненько двигаешь. Ну, надо, надо сейчас нужно... ММА шагает семимильными шагами, ты должен уже, знаешь, многие ребята, вот еще тоже приводят пример Федора Емельяненко. И я сам люблю Федора, я вырос, он меня привел в ММА. И у Федора был свой стиль, но это было тогда. Сейчас, сейчас мало выйти и просто подраться. Я думаю, что многие ребята уже это понимают, что медиа, что нужно давать интервью. Многие ребята не хотят давать интервью. Я понимаю, почему. Потому что это уже идет помимо боев, медиа, нагрузка. Уже тебе будут писать, тебе будут писать в Инстаграме, еще где-то. И не только там тебе будут писать приятные вещи. Ты должен быть готов и к неприятным СМС-кам. Это уже тоже лишнее давление на нервную систему. И многие ребята, может быть, этого не хотят, с этим сталкиваться. Но без риска, без нагрузки больших гонораров и больших боев тяжело добиться. Вот взять Алекса Перейру сейчас. Вот хороший пример. Алекс Перейра, который выходит, у него есть своя фишка, он натягивает лук, он там одевается, он там даже не говорит по-английски, но у него есть харизма, он выходит, что-то там все время изобретает. И боец, который выше его на голову, который, по моему мнению, вообще я стоял с ним лично, это Магомед Анкалаев, это человек, который обладает огромной физической силой, IQ, но человек, которого только недавно начал говорить. А тогда, в принципе, до последних событий он был в тени. Ну и что мы видим? Что человеку просто не дают титульник. Вот это лучший пример из последних вот свежих таких, что надо, немножечко. Алекс Перейр же так не сильно там чернуху никакую не говорит, но все равно он на виду, лига его любит, лига его даже охраняет от Магомеда сейчас. Что без шума сейчас никуда. И люди просто, знаешь, сейчас в боях уже немножко может быть от гонораров, ну вот так вот. Есть, конечно, ребята, которые, я не говорю, что все, но среднего уровня бойцы получают неплохие деньги. Сейчас, чтобы заработать миллион рублей на обычной, ну вот Санка работала на заправке, она получала 20 тысяч. Сколько месяцев надо поработать на заправке? Четыре года. Четыре года. Четыре года. Вот так вот. Просто многие бойцы, ребята, не осознают. Ты должен работать четыре года, а Нина Сергеевна должна была работать на заправке, чтобы заработать. Миллион практически средний боец каждый зарабатывает. И, ну, за этот миллион хотя бы в Инстаграме пост, что-то скажите, придите на интервью. И, ну, колоссально. Сейчас просто, ты понял, да, разницу? Вот просто бойцы миллион, а человеку на... Ты, сладко, еще работала, кто-то был у тебя... Заместитель. Заместитель управляющего. Двадцать тысяч, там, двадцать пять. Это четыре года надо работать за миллион. Не кушать, чтобы накопить его. Не кушать, никуда не ходить. Просто в кубышку складывать. Так что бойцам надо быть благодарными, что вообще мы нужны промоушенам, нам платят, и у нас хорошая работа.